всем здравствуйте дорогие друзья это политбюро я александр шелест и григорий тамар с нами на связи григорий мое почтение добрый вечер очень с важной темой я хочу начать наше заседание не совсем военная но достаточно интересная и мне бы хотелось бы ваше мнение услышать частые гости в том числе на канале полеток онлайн марк фейгин говорит вот путин болен там какие-то скажем инсинуации конспирология в кремле ну и собственно как бы ничего мало что происходит а есть футблогерша там ником по моему белоцерковская кажется она написала у себя на странице что я против войны ну или что такое там нет войне а ее пришли и начали арестовывать скажите пожалуйста что с и русскими происходит не в плане там людей до общества общественного мнения а понимание государственной машины или они просто идут и до кого дотягиваются даже за какие-то мелочи ну собственно того и хватает к моему глубокому сожалению я вынужден констатировать тот факт что та страна в которой я родился я родился в россии в свое время сейчас очень тяжело больна она больна болезнью которая называется фашизм этот фашизм к любая болезнь она имеет свои стадии фазы так вот сейчас эта болезнь фашизмом вступила в острую фазу и общество и государство лихорадят я очень надеюсь что болезнь это приведет к смерти государственного механизма государственного аппарата и к смене власти и и общество выздоровеет от болезни которая называется фашизм и станет нормальным обществом это мое очень искреннее пожелание по отношению к россии как к обществу и государству а когда общество больно фашизмом то собственно вот это вот извращенная иммунная система этого общества в виде спецслужб разных мастей в общем они действуют против своих граждан это такая знаете алтоиммунная реакция если говорить медицинским языком когда государство пожирает своих собственных граждан все собственно понятно не первый раз такое происходит наша история человеческая вы оптимисты вам хочу сказать особенно после вышедшего там интервью с матерями погибших так называемой специальной военной операции когда речь идет о том что за 5 миллионов рублей мать готова отдать свою сыну она и собственно молчать по этому поводу вы действительно считаете что после этой истории да после вот этой такой ужасающей истории вы считаете что общество может выздороветь ну понимаете россия страна очень большая там есть разные люди есть такие люди как вот эта мать есть такие люди которые подают законопроекты о том что офицеры могут при нем применять личное оружие против своих солдат а есть такие люди как академик сахаров там споров парфенов акунин и так далее и так далее и так далее и давайте не забывать что в конечном итоге есть вот некая пассионарное зерно в обществе которое воздействует на все общество и если политический климат резко меняется и другие люди начинают выполнять функции властителей дум то это безусловно тут же начинает влиять и на все общество григорий смотрите это была такая вступление она вообще человеческая моральная но давайте попробуем раскрыть и вот внутреннюю составляющую военной части нашего сегодняшнего эфира был ликвидирован канамата баташев по моему так да вот это даже подсмотрел имя это генерал-майор ввс российской федерации который до отставки руководил целым авиаполком ну и был собственно сбит об этом прошло сообщение и некоторые вот расходятся мыслях военной аналитики а что это собственно было когда генерала майора ликвидировали это означает или летать некому или задачи которые выполняет авиация настолько сложны в украине что но вот такого скажем так ранга товарищи и летают вы больше ну вот какой версии сторонник вы знаете это хороший вопрос мы с вами как-то в наших беседах все больше говорим о сухопутных операциях и как-то настолько там в общем драматичные динамичные события происходят как-то мы забыли про ввс поговорить так вот последнее время действия украинских сил пво стали настолько активными в связи с тем что вы получаете все больше и больше западных видов вооружений в этой области военного дела что это крайне осложнило действия российских летчиков на сегодняшний день мы говорим о том что более 200 самолетов боевых насколько я слежу за сводками потеряно то есть фактически это чудовищные потери это потери которые выражаются и в утраченной техники которые на сегодняшний день россии не очень так и есть восполнить учитывая танкции потому что я конечно понимаю что россия выпускает собственные самолеты но там очень много комплектующих которые поступали из запада или из 3 стран с другой стороны есть большие потери в живой силе в пилотах а все пилоты которые там россия же очень гордилась что у них пилоты и обстреляны все прошли через сирию они говорили что они прогнали всю свою боевую авиацию через сирию то есть понятно что они там не участвовали в воздушных боях но по крайней мере хотя бы разок-другой отбомбили то есть так или иначе боевое подполучили и вот в сфере авиации потери российские они таковы что я бы сказал что этому роду войск нанесен необратимый ущерб потому что подготовить дальше достаточное количество летчиков это занимает это не артиллерий с которым можно подготовить м то три месяца это занимает примерно около года хорошего летчика подготовить тем более что самолетов не хватает как мы с вами уже сейчас поняли то есть вот эта нехватка она будет все нарастать и нарастать поэтому ввс российских очень серьезных видит заметился это и является той причиной почему они резко сократили свою активность насколько ко мне известно по крайней мере на украинском театре военных действий и насколько же опять же мне известно для того чтобы компенсировать вот эту нехватку собственно вот этих боевых вылетов на каких-то участках фронта все больше и больше используется ракет и при этом новые ракеты они порастратили соответственно снимают с хранения устаревшие ракеты которые имеют проблемы с точностью наведения там с эффективностью но достаточно портят вам кровь так сказать до сих пор григорьев вы знаете это кстати очень интересная тема это небо и силы военно-воздушной российской федерации но ведь казалось бы если мы так добренько потрепали то что это была за провокация вот там на дальнем востоке когда китайские пилоты российские пилоты китайские российские самолеты попали в зону поражения южно-корейской пво а это все одновременно накладывается на визит байдена в японию то есть соответственно есть эскалация напряженности может ли китай подставить авиаплечо российской федерации мне кажется очень маловероятно что китай будет совершать какие-то действия которые будут интерпретированы как вмешательство в геополитические интересы соединенных штатов преломлении в ситуации между россией украиной и западом на сегодняшний день китай может преследовать свои экономические цели может продавать россии какие-то комплектующие для того чтобы заработать какие-то деньги все это может происходить китай это могущественная страна которая может проводить свою независимую экономическую политику но есть очень большая разница между бизнесом и вмешательством в геополитические интересы третьей стороны учитывая всю вот эту сложную ситуацию я не думаю что это в интересах китая китай хочет извлечь максимум выгоды из сложившейся ситуации экскалация конфликта не является выгодной для китая но эскалация не является но с российскими пилотами они летают пугают немного летать они могут кем угодно еще разговор демонстрировать те или иные какие-то намерения и играть мускулами это все в стиле китайской политики но от этого до реальных действий в случае с китаем очень большое расстояние григорий тогда давайте в турцию переместимся спецоперация в сирии что там 30 километров бусерная зона эрдоган выходит объявляет все это на фоне того что есть заявление там от штатов что вот там новых членов нато швецию и финляндию будут решать вот с турками тоже этот вопрос а что происходит ну происходит нормальный восточный базар что же вы хотите как бы что-то сделать сделку и не поторговаться но так на близнем востоке не принято не обижайте ртага он демонстрирует мускулы он отстаивает свои интересы так как он их понимает турецкая армия это сильная боеспособная армия имеющая боевой опыт она решает свои какие-то там задачи теперь это все происходит на фоне ослабления российской группировки в сирии части группировки как мы с вами знаем покинула территорию сирии и даже тут важно не то что они покинули само по себе это не особо ее ослабило потому что основные рода войск которые там присутствовали там остались там остались соединение военно-воздушных сил там остались с впво и там осталась военно-морская база выведена по разным оценкам от 2 до 3000 сухопутных войск и это не принципиально в данной ситуации но этот вывод войск демонстрировал сирийским властям турецким властями всеми игрокам вокруг что россия сокращает там свое присутствие значит по меньшей мере она его сокращает а дальше если мы посмотрим в более долгосрочной перспективе она не будет его наращивать мы понимаем что выводит вряд ли туда будут переброшены новые силы так вот естественно образовался определенный вакуум и этот вакуум турция старается заполнить потому что по большому счету там кроме россии осталось два игрока могущественно достаточно на нашем политическом уровне в региональном это с одной стороны турция с другой стороны иран кстати вот не далее как сегодня я в новостном портале детали про прочитал очень интересную статью оказывается недавно впервые в истории воин израильские боевые самолеты 5 сбили 4 иранских беспилотника которые следовали к израильскому воздушному пространству эта информация сегодня стала доступной для широкого обозрения и само по себе это очень интересно для нас для израильтян произошло это как раз вот в небе сирия который мы сейчас с вами давай и что это означает это означает именно то о чем вам я сказал что существует два игрока помимо россии которая ослабила свои позиции на территории сирии это с одной стороны турция с другой стороны иран который физически там присутствует я не рассматриваю сейчас нашу страну которая иногда может осуществлять огневое воздействие на территории сирии но не присутствует там физически то есть наших войск как мы понимаем с вами там нет вот и эти две страны будут пытаться максимально перетягивать отъяло на себя отстаивая свои интересы каждая таким образом как это кажется а как вы видите находясь там ближе турция или иран более пророссийская позиция у кого знаете хороший вопрос я думаю что с ираном россии и проще всегда было договориться ну и потом давайте не будем забывать что в иране российские советники находятся турция все-таки это страна нато это тоже важный момент давайте не будем забывать что это именно турция сбила российский самолет а с ираном таких в общем-то казусов не происходило наоборот россияне могли разбомбить какие-то иранские позиции по ошибке или намеренно это уже другой вопрос ну иранцы сбили украинский самолет пассажирский эту трагедию мы конечно же знаете ну очереди трагедии кстати между прочим в этом самолете было много граждан израиля если вы помните тоже момент очень хорошо помните события большая трагедия но как говорится это совсем другая история но здесь важно понимать постановку сил и вот на этом театре военных действий потому что конечно все наше внимание оно исключительно на украинских фронтах концентрируется для тех кто хочет услышать мнение григория тамара по поводу ситуации с окружениями непосредственно нашей войне войне украины против агрессора российской федерации зайдите на политику онлайн и посмотрите свежее интервью за это интервью на политбюро я вам благодарен григорий спасибо и всего хорошего григорий тамар к вашим услугам всего хорошего до свидания дорогие друзья мы тоже к вашим услугам если вы являетесь нашим подписчикам поставьте колокольчик чтобы знать когда выйдут новые видео на канале и будьте вместе с политбюро и политэкой онлайн кстати недавно заработала функция спонсорство теперь гораздо проще не надо рыть в описании к видео искать там как поддержать канал все стало ну скажем так эргономичнее и собственно технологичнее но это совершенно необязательно мы никогда надом не настаиваем мы настаиваем лишь на одном берегите себя потому что вы нам дорогие подписчики крайне дороги поэтому до скорого обязательно увидимся